Добрый день, уважаемые слушатели! Тема сегодняшней нашей встречи это организация работа логистов и диспетчеров. Что мы с вами сегодня увидим? Мы сегодня рассмотрим функционал доставка в 1СЕРП. Нас преимущественно сегодня будут интересовать две ситуации. Это доставка на наш склад от поставщиков и доставка непосредственно нашим клиентам. Но, соответственно, возможно в программе ведения доставки, конечно же, и со склада на склад осуществлять возвраты непосредственно заказов как поставщикам, так и от клиентов. При этом мы можем использовать как собственный автопарк, так и услуги стороннего перевозчика. Сразу же отмечу, что 1СЕРП не является системой управления грузоперевозками. То есть не нужно ожидать от системы, что она сама возьмет и построит оптимальный маршрут, исходя из загруженности дорог. Маршрут придется строить вручную, но в программе есть все средства, которые помогают формировать маршрутные листы ответственному сотруднику, который их оформляет. Вот их-то мы и с вами разберем. В системе вот так организована доставка товаров. Схематично, если можно рассмотреть доставку товаров, то это у нас ввод непосредственно нормативно-справочной информации. Далее это указание непосредственно способов доставки и адреса доставки и оформление заданий на перевозку. Далее идет сборка товаров, печать документов и, соответственно, контроль и отслеживание состояний заданий на перевозку. Рассмотрим все это детально, как это организовано сейчас непосредственно в программе. В первую очередь нас будет интересовать нормативно-справочная информация по системе доставка. В нормативно-справочной информации это типы транспортных средств, при этом они у нас не являются обязательными, и зоны доставки. Зона доставки это, по сути, районы доставки, куда мы с вами планируем осуществить доставку. И, соответственно, они подбираются непосредственно и оформляются так, чтобы были удобны для непосредственно человека, который работает в программе, поскольку группировка по данным районам будет осуществляться непосредственно уже в рабочем месте доставка. И самым ключевым элементом, который у нас является в системе, это транспортные средства. Они являются обязательными для заполнения. Если зоны доставки и типы транспортных средств это необязательные у нас справочники, необязательные классификаторы, которые нужно заполнять, то транспортные средства являются обязательными. Рассмотрим данные нормативные справочную информацию в системе. Соответственно, обратите внимание, что для учета веса и объема используются данные номенклатуры. Не упаковки, не данные упаковок, а именно номенклатуры. Тоже сейчас обращу внимание на это непосредственно в системе. Итак, перейдем в систему. И должен быть виден рабочий стол непосредственно программы. Итак, где находится данная нормативно-справочная информация? Находится в складе и доставка. И здесь есть управление доставкой. Прежде чем доступен у нас будет блок управления доставкой, то у нас необязательно нужно в системе включить данную возможность. Для этого в НСАИ администрирования, в настройках НСАИ разделов в разделе склад и доставка мы с вами включаем в доставке возможность управления доставкой. В данном случае флаг уже включен и, соответственно, уже есть документы, по которому проведены движения. Поэтому система пометила их сереньким. Есть возможность установки флажка, когда адрес доставки у нас будет открываться только в диалоге. Соответственно, мы форму и поле, где у нас необходимо указать адрес, произвольно не сможем ввести данный адрес. И есть еще возможность формирования заданий на перевозку непосредственно для учета доставки силами перевозчиков. То есть мы можем формировать задание на доставку силами перевозчиков и отслеживать, соответственно, эту доставку. Так производится настройка и после того, как данные настройки сделаны, у нас в складе доставка становится доступным поле управления, раздел управления доставкой. Мы видим, что транспортные средства у нас вынесены непосредственно в данный раздел, а те справочники, о которых я говорила, это типы транспортных средств и зоны доставки. Они находятся в настройках и справочниках. И вот они у нас в управлении доставкой типы транспортных средств. Здесь мы прописываем типы транспортных средств, которые у нас доступны на нашем предприятии. Например, это грузовые перевозки с не более 10 тонн. Можно здесь прописать детальное описание, можно добавить, указать грузоподъемность и вместимость нашего транспортного средства. Если мы будем выбирать тип транспортного средства непосредственно в рабочем месте доставка, то само транспортное средство система подложит выбрать в последующем. Это сдаются транспортные средства, типы. В справочнике зоны доставки уже есть данные по зонам доставки. Здесь может создаваться как группировка, то есть в данном случае, например, уже заведены в системе демонстрационной базе группировка по зонам доставки, например, Москва и вот, соответственно, заданы зоны доставки. Это, по сути, чисто информационное поле, которое присваивает номинованию. Соответственно, мы можем по ней делать градацию. Вот указана зона доставки. Посмотрим теперь, что у нас с вами указывается непосредственно в транспортных средствах. В справочнике транспортное средство, если мы используем непосредственно и еще доставку от транспортных служб, то, соответственно, мы в транспортное средство можем занести информацию о транспортном средстве, конечно же, и службы доставки сторонней организации, потому что мы можем, например, организовать выписку пропусков. Мы указываем здесь, давайте попробую. Значит, что мы здесь указываем? Мы указываем госномер, указываем марку, тип. При этом обращу внимание, что тип не является у нас обязательным полем. Секундочку, чтобы вам было видно, мы сейчас просто создадим. Мы видим, что госномер является обязательным полем для заполнения. Указываем марку транспортного средства тип является у нас необязательным полем, поэтому мы его можем не задавать. Но для того, чтобы у нас было понимание, что, допустим, какой тип транспортного средства мы используем, здесь мы можем подтянуть данные. У нас автоматически заполняется грузоподъемность и вместимость. При этом по нашему транспортному средству, даже если будут некие незначительные отличия по вместимости, то мы можем здесь отправить информацию. Наименование является также обязательным полем. Можно указать вид перевозки, соответственно, лицензионную карточку заполнить и указать, если есть данные по прицепу. Вот, соответственно, могу здесь как раз и показать данные. Вот они у нас заполнены. То, что у нас вид перевозки, например, Межгород-Россия, наименование транспортного средства, грузоподъемность, сместимость. Все здесь указано. Теперь перейдем непосредственно к заполнению. Сейчас постановлю трансляцию и вернусь к презентации. Сейчас у вас отобразится. Задание на перевозку, то есть маршрутные листы, у нас оформляются на основании заказов поставщику. Когда у нас заказ только находится строго в статусе, подтвержден. Если же он не в статусе, подтвержден, то мы его в нашем рабочем месте доставкой не увидим. Основанием для задания на перевозку, для формирования может служить заказ клиента. Опять же, в заказе клиента необходимо, чтобы хотя бы одна товарная позиция у нас была бы в статусе «отгрузить». Заказ на перемещение является основанием. Если же у нас не оформлены заказы на поставщику, заказы на перемещение и заказ клиента, то основаниями у нас являются сами документы. Это приобретение товаров-услуг, перемещение товаров, реализация товаров-услуг. Также могут быть основаниями заказы на возврат, заказы на возврат, сами возвраты. То есть распоряжение может быть достаточно большое количество. Вернемся непосредственно в нашу базу и рассмотрим с вами, как проходит оформление непосредственно наших доставок. Само основное рабочее место доставки – это оно вот здесь. Доставка. Управление доставкой – доставка. Мы с вами говорили, что у нас основаниями являются различные наши документы. Давайте сначала их рассмотрим. Как определяется, что у нас указано, что нам необходимо осуществить доставку. Если рассмотреть закупку, то в заказах поставщика, исходя из заказов поставщиков, буду сегодня проводить демонстрацию, не буду рассматривать, просто чисто приобретение, то есть вкладка, в документах есть вкладка, которая называется «Доставка». В данном случае мы можем указать способ доставки непосредственно в документе. Это может быть поставщик на наш склад, то есть он сам привозит нам непосредственно товар. Это может быть наша транспортная служба от поставщика, то есть мы можем сами забрать от поставщика, то есть у нас есть адрес передачи, задается он непосредственно адрес передачи, адрес поставщика. Подтягивается зона передачи товара и, соответственно, дополнительная информация по доставке. Обращу внимание, что здесь у нас дополнительная информация по поставке, подтягиваются данные, которые указаны непосредственно в карточке партнера, В данном случае в карточке поставщика на вкладке «Адреса и телефоны». Тут адреса и телефоны. Если мы здесь, например, укажем номер телефона и плюс еще... Так, Москва. Давайте что-нибудь укажу. Пусть будет у меня такой адрес. Так, адрес здесь тоже чем-нибудь подтяну. Так, и, соответственно, если у нас еще указано контактное лицо, то оно будет у нас подтягиваться непосредственно вот в это поле. В доставке, в дополнительную информацию. Вот сейчас у меня указана база и тот номер телефона, который я потянула. Если же будет еще указано контактное лицо... Так, оно в данном случае, по сути, есть, это контактное лицо, но у нее не указан номер телефона. Давайте укажем. 741, например, 741. Записать. Попробуем информировать, записать, закрыть. Давайте попробуем перемешать. Вот теперь наша... Если есть по контактным лицам какая-то информация по номерам телефонов, по электронным адресам, то, соответственно, информация по доставке здесь у нас подтянется. И мы можем использовать данную дополнительную информацию для того, чтобы наши экспедиторы, наши водители могли связываться с клиентом за какое-то время до того, как необходимо будет осуществить доставку. Далее есть возможность, чтобы наша транспортная служба доставила от перевозчика. Например, часть пути у нас везет перевозчик, отчасти мы забираем уже данный товар от перевозчика, то, соответственно, мы можем также данный способ доставки выбрать. Есть еще, когда перевозчик везет нам наш склад, здесь указывается уже адрес доставки и указывается именно перевозчик. Для того, чтобы перевозчик у нас выбирался в системе, то нам необходимо... Так, кнопочку еще изменить. Обращу внимание, что для того, чтобы у нас этот перевозчик потягивался по доставке, необходимо, чтобы обязательно был флажок перевозчик. Тогда у нас партнер будет являться нашим перевозчиком, и, соответственно, он потянется в систему. Также есть возможность поставить доставку уже на усмотрение транспортной службы, когда непосредственно мы с вами сможем подтянуть вот эти данные, указать способ доставки, будет доставлять то, либо наша транспортная служба, либо служба доставки непосредственно уже с рабочего места доставка. Здесь адрес доставки не перепотянулся, потому что мне потребуется перевыбрать адрес поставщика. Поставщикам... Сейчас мне перезаполнить. Секундочку. И вот он теперь только перепотянул... Так... Адрес. Вот здесь он только перепотянул таким образом адрес. То есть для того, чтобы что-то перепотянулось адресом, мы можем только его... Нам надо перевыбрать обязательно данного партнера. Это, конечно, несколько неудобно, но на текущий момент это так реализовано. Что еще замечательного и как бы на что обратить внимание нужно в части доставки именно от поставщика? Сама возможность доставки непосредственно указывается еще... Так, секундочку. В договоре с поставщиком... А, у меня здесь идет с комитентом, поэтому здесь не указано, поскольку, видите, идет прием на комиссию. Сейчас открою какую-нибудь из заказов поставщику. Так, здесь опять же прием на хранение. Так, здесь передача на комиссию. Секундочку. Все продажи у меня связаны с приемом. Нет, а вот закупка у поставщика здесь нет доставки. Ну, давайте просто хотя бы создадим новый договор от поставщика и увидим, что именно в договоре с поставщиком у нас с вами указывается, что как будет осуществляться способ доставки. Возможно, что мы уже в договоре пропишем с вами именно способ доставки, который будет определен и автоматически будет протягиваться в систему. По умолчанию он задается так, что он определяется в распоряжении. Значит, мы его будем указывать непосредственно в заказе поставщику. Либо мы можем, опять же, те же самые способы доставки, которые есть в распоряжении. Но единственное, что здесь добавляется, пункт определяется в распоряжении. Ну, соответственно, если силами поставщика, то здесь указывается, куда нам надо будет доставлять. Так, либо, например, нашими силами с адреса отправителя. Автоматически мы здесь все определяем, откуда чего мы забираем, в какой, например, промежуток времени. И дополнительно контакты здесь также, если они у нас занесены в систему, например, по Грифону, то они будут здесь подтягиваться, вот те контакты, которые есть в заказе поставщику. Так, если я его выберу так. Наша транспортная служба от поставщика, то вот именно вот эта кнопка, она будет подтягивать контакты, которые заданы по партнеру. Таким образом, из договора по работе с заказом поставщику у нас будут подтягиваться данные. Ну, и, соответственно, данные заказа поставщику, вот если я сейчас открою его, то он у меня в статусе подтвержден. Доставляет его наша транспортная служба от поставщика. Посмотрим, как у нас отобразится непосредственно данный заказ поставщику в нашей доставке. Если идет перевозка на наш склад, то, соответственно, склад там определенный в заказе поставщику центральный. Здесь мы можем сделать выборку все способы и не указывать зону. Сейчас у нас здесь указана только одна доставка, которой дата поступления от Вегатранс. Так, везет перевозчик. Секундочку. Что у меня там было в той моей задачке? То, что вот товары, перевозчик на наш склад. Вот обращаю внимание, что у нас как раз мой перевозчик должен привезти мне товар на склад. Вот у меня в доставке как раз отобразилось, что зону она у меня не указана. Указано, что везет перевозчик. И, соответственно, указано, что является отправителем Вегатранс. То есть у меня будет Вегатранс мне привозить. Указано вес. В данном случае обращу внимание, что объем не заполнен. И, соответственно, из-за этого у нас по товарным позициям не отображается общее количество здесь. Указывается номер и заказ поставщику. При необходимости данные поля можно поменять расположение местами, если мы воспользуемся кнопочкой, еще изменить форму. Ну, соответственно, эти поля переставить, так как удобно, по стрелочкам. Соответственно, можно вывести любую информацию, которая доступна у нас будет по распоряжению. Здесь она, видите, только не видно, что кнопочка у нас активна, поэтому здесь нет возможности такое вывести. Мы можем просто добавить только распоряжение, обратить внимание и особые условия перевозки в данном случае. Так, это при необходимости произвести соответствующую настройку. Как же нам сделать так, чтобы у нас были еще и выведены объемы, поскольку нам именно вот это поле позволяет контролировать непосредственно, какую машину нам необходимо подбирать. Если мы сейчас вернемся в заказ поставщику, то в товарах, в номенклатуре откроем номенклатуру и мы используем, опять же, указываю, что не упаковки, а мы с вами используем именно весогабаритной характеристики самой номенклатуры. Здесь у нас указан вес и, соответственно, у нас вес там уже отобразился. Мы сейчас с вами разрешим редактирование реквизитов и добавим еще объем. Добавим объем и, соответственно, пропишем, что, допустим, одна штука у нас весит. Пусть будет 500. Это я так уже написала. Это, конечно, утрировано, поскольку размер холодильника не может быть таким, но пусть будет. И мы сейчас с вами проведем. Так, вот у нас заказ поставщику. И обновим сейчас информацию в доставке, воспользовавшись кнопочкой «Обновить списки». И увидим, что у меня отобразилась как раз характеристика, весогабаритная характеристика, что у меня 10 тысяч квадратных кубических метров, исходя из того, что количество товаров везет. Но сосчитал. Вот. Значит, значок означает, что мы... Везет у нас поставщик. Давайте теперь проверим следующий вариант, когда у нас с вами данный заказ поставщику будет не в статусе подтвержден, а будет просто согласован. Достаточно часто бывает такая ситуация, что находится заказ в статусе согласован, и мы лихорадочно начинаем смотреть, а почему наш заказ не попал в доставку. Почему он здесь не отобразился? Дело все в том, что именно статус подтвержден, влияет, если мы не используем данные статусы, влияет на то, чтобы у нас наш документ заказ поставщику отобразился непосредственно в рабочем месте. Опять же, кнопочка «Обновить», и вот он у нас здесь появился. Это такой способ доставки, который у нас указывается непосредственно при заказе от... при доставке непосредственно от нашего поставщика, то есть при закупке. Рассмотрим ситуацию, когда... Ну, нас, конечно же, будет больше еще интересовать вариант, когда мы осуществляем именно доставку до клиента. Поэтому здесь мы выбираем статус, вернее, с нашего склада. Склад оставляю по умолчанию тем же самым, поскольку он у меня является основным для работы, и примеры уже подготовлены здесь. Указываю, что все способы доставки, и можно указать зону доставки. То есть мы можем осуществить такие отборы, здесь видим, что автоматически произошло, например, произошла группировка по зонам доставки, где зона не указана, но здесь видим, что у нас доставляет непосредственно сам поставщик, то есть перевозчик здесь ведет, и есть особые условия перевозки. Зайду в распоряжение, отворюю щелчок, и я попадаю в заказ клиента. В заказе клиента на вкладке доставка у меня указано, что мне везет перевозчик, адрес доставки до клиента, указана дополнительная информация, и указано, что обратить внимание транспортной службы. Именно если этот флаг включен, и указана какая-то дополнительная, дополнительная текстовая информация для службы доставки, то мы можем с вами, вернее, то мы видим как раз вот этот флажок, который у нас имеет, вернее, восклицательный знак, треугольничек с восклицательным знаком. Это означает, что у нас есть какое-то условие по доставке, и мы тогда, обращая на него, можем формировать с вами, ну, подбирать тот или иной транспорт, который соответствует тому, чтобы товар был доставлен. Например, обычно еще такая бывает информация, что обратить внимание транспортной службы, то, что требуется техника, когда у нас условия доставки, например, требуются, например, холодильники для, так, чтобы мы могли доставить товар. Потому что у нас товар требует определенных температурных условий. Вот, у нас сформировано несколько заказов, и теперь мы попробуем с вами их доставить. Обращу еще такое внимание ваше, что если у нас склады с вами не ордерные, не адресные, то там достаточно просто. Мы производим следующие с вами действия для того, чтобы сформировать непосредственно задания на перевозку и поработать с ними. Давайте сейчас пока покажу, как формируется непосредственно задание, и потом обращу внимание на то, как происходит настройка непосредственно и работа непосредственно с складами, которые являются ордерными. Итак, мы можем с вами сделать следующее. Мы можем, рассмотрю вот эти заказы, которые у меня были связаны непосредственно с заказом клиента. В данном случае у меня заказ от одного и того же клиента. То есть клиентом является альфа. Хорошо, давайте возьму вообще полностью всю вот эту, все мои заказы, которые относятся к чертанову, и попробую сюда перенести. Можно так схватить, перенести, можно выделить и нажать на кнопочку вот эту перенести. Я вот так сделаю. Система предлагает сформировать список заданий, создать задания на перевозку. Нажимаем кнопочку создать. Открывается выбор транспорта для создания задания на перевозку. Мы здесь можем сразу же, опять же, если у нас там установлено, что на усмотрение транспортной службы, мы здесь уже в окне в данном можем определить, кто у нас будет являться перевозчиком. Даже если мы, по сути, определили, что у нас будет являться перевозчиком наша транспортная служба, мы можем переопределить наш выбор. Пусть будет наша транспортная служба. Выберем наш автомобиль и нажмем на кнопочку сформировать. При этом мы видим, что я немножко не угадала, не то, что немножко я вижу, что у меня перебор товаров на 125%. Но это потому, что я указала вместимость там достаточно большую и, соответственно, вижу, что у меня перебор. То есть на эту информацию минус... Так, осталось набрать минус 2 квадратно кубических метра. Пусть будет так. Просто мы сейчас оформляем с вами, пытаемся оформить просто документ, поэтому оставляю так. Мы можем выбрать тип фактически нашего транспортного средства, затем можно определить само транспортное средство, но мы его сразу подтянули, транспортное средство, поскольку является обязательным полем для заполнения. И нажимаем кнопочку сформировать задание. В правой части у нас появляются наши как раз документы, которые необходимо заполнить. оно у нас будет фактически являться заданием. А он у нас еще даже не заполнил фактически. Вот он у нас показывает, что 2 кубических метра и столько-то килограмм весит машина. То есть вот здесь можно посмотреть информацию, насколько мы загрузили с вами транспортное средство. И вот здесь... Так, сейчас немножечко отожму. Покажу, что здесь указано, сколько распоряжения. Распоряжение 1 стоит. Перейдем теперь непосредственно на вкладку заданий на перевозку. У нас задание сформировано. Перейдем на вкладку задания. Здесь указывает полный перечень тех заданий на перевозку, которые были у меня сформированы за весь период с нашего склада центральной и по всем способам доставки. Здесь всегда можно посмотреть наши задания. Но в данном случае меня интересует только то, что сейчас сформируется. Вот я его сейчас сформировала с вами. По умолчанию у меня формируется задание и оно приобретает статус... Устанавливается в статусе «Формируется». То есть мы... Автоматически создается в таком виде. В данном задании мы подбираем водителя. Мы подбираем экспедитора. Я поставлю по умолчанию первых попавшихся. Это может быть, по сути, водитель экспедитора совпадать. Можно поэтому экспедитора и не указывать. Видим, что у нас есть плановые даты начала рейса, плановые даты окончания рейса. Мы можем их, по сути, даже здесь задать. И, соответственно, здесь зафиксировать фактически даты начала и даты окончания рейса. Загруженность нашего транспорта. Видим, с какого склада, кто ответственный по формированию данного задания. И переходим на вкладку «Маршрут». Так, здесь у меня одно распоряжение, один заказ, по которому я должна осуществить доставку. Так, а почему у меня там одно? Сейчас посмотрим, с чем это связано. Здесь у меня стоит доставка 20-го, 11-го. И я еще обращу внимание, что у меня есть еще доставка 21-го, по сути. То есть у меня было несколько заданий. И можно будет, увидя, что у меня получатель один и тот же, фактически ему осуществить доставку. Хотя здесь проверим. Да, здесь мы сами доставляем. И, соответственно, мы могли бы, не указывая даты, мы можем увидеть, какие у нас есть заказы. Я немножко здесь потрапилась. Но мы можем всегда. У нас же заказы клиентов падают в течение дня. И, соответственно, транспорт мы можем наполнить, либо даже планировать, сформировать задания за несколько дней до того, как у нас будет осуществлена сама доставка. Мы можем эти задания формировать и планировать. Мы можем постепенно их накапливать. То есть мы можем перенести опять вот текущее задание. Так. А, оно у меня открыто, поэтому система ругается, что... Вот. И он меня тут же переводит еще и вот текущее второе задание. Туда перенесло. Теперь, если мы сейчас зайдем сюда, мы видим, что у нас стало по Альфе два распоряжения. Вот. Видим два заказа. Мы можем их разделить. Поскольку это один и тот же адрес фактически, мы можем разнести по времени. Допустим, нам позвонил заказчик и говорит, что одно, да, доставьте по такому-то адресу. Соответственно, там менеджеры перезаполняют адрес, а второе мы по такому-то адресу. Тоже такая возможность есть. Это то, что касается задания. Далее, после того, как мы... Водитель у меня, к сожалению, слетел. Ну, давайте я перевыберу их немножко. Проведу. И, соответственно, вот они у меня задания. Здесь маршрут, куда чего доставить. Указывается адрес, зона доставки, дата, время, если есть пожелания там, по времени, какой вес, объем. И, соответственно, кому, куда и кому звонить в той или иной ситуации. Здесь у меня дублируют, что заказ 1 и заказ 2. Соответственно, при необходимости мы можем отсюда дополнить, опять же, задание. То есть, не переходя в рабочее место, не переходя сюда, мы можем отсюда добавить распоряжение. То есть, видим, что у нас на такой-то есть такие-то распоряжения сейчас, и мы их можем добавить сюда. Видим, что наша транспортная служба, зона такая-то, и все распоряжения здесь показываются. Так, хорошо. Заказ мы сформировали. Соответственно, провели. Теперь, как раз, поскольку у меня склады ордерные, соответственно, то здесь будет несколько работа производиться, связки непосредственно со складом. Я хотела бы пока показать статусы задания на перевозку. Я выберу те, то есть покажу сделать все. И вот здесь у меня есть, например, вот в центральном складе уже произведенные и закрытые статусы. Когда у нас наша транспортная служба осуществила, то есть мы видим, что у нас есть статусы разные к погрузке, это значит, что мы с вами можем формировать, отправлять к погрузке данное задание, то есть забираемся к погрузке, отправлено – это когда мы маршрут отправили. Закрыто – это когда мы закрываем маршрут. При этом, обращу ваше внимание, что флажки есть, когда у нас все товары по пункту маршрута доставлены. Мы вручную управляем именно доставкой. То, что позвонил нам водитель, либо приехал, потом сказал, что у нас все хорошо, мы доставили, мы поставили флажок. Если нам звонит, например, у клиента возникает спорная ситуация, что мы поставили флажок, а клиенту не доставили, то, соответственно, мы начинаем разбирательство. Если же все статусы закрыты, то есть все доставлены, мы можем с вами закрыть. То есть закрыть непосредственно задание на перевозку можно поставив «Установить статус». При этом обращу внимание, что есть два статуса. Закрыто, когда у полностью доставленных заданий. Мы можем попытаться, не заходя в задание, поставить статус «Закрыто полностью». И машина нас проинформирует. Сейчас я вот веду некую правку. Допустим, вот это у меня будет недоставлено. Я попробую провести. Так, проведу его. И попробую установить статус «Закрыто полностью доставленных товаров». Мы видим, что задание на перевозку… Уже прислали статус. Секундочку. Я верну его в «Отправленном». И попытаюсь поставить статус «Закрыто». Есть два статуса. «Закрыто полностью доставленных заданий». Это когда задания у нас полностью выполнены и установлены везде флажки. Здесь вот, когда я попыталась поставить данный статус у полностью поставленных заданий, система мне не разрешила, потому что она говорит, что там есть не полностью доставленные товары. То есть не везде флажки установлены. Поэтому я захожу в систему и проверяю. Есть, конечно же, возможность принудительного закрытия данного задания. Это установка статуса «Закрыто». Мы устанавливаем статус «Закрыто» и уже в любом случае система нам закрывает данное задание. Также, прежде чем, допустим, отправить задание, мы можем сформировать комплект документов. Это наш маршрутный лист. Вот так выглядит маршрутный лист, печатная форма маршрутного листа в программе. То есть можно его сформировать. Это типовая печатная форма здесь, заданная в системе. При необходимости, конечно же, ее можно сделать той, которая вам необходима. Можно сформировать пакет документов, соответствующие сертификаты, соответствующие накладные. Конечно же, здесь тоже можно сформировать. И когда у нас статус документа будет... Так. Когда мы меняем с вами... Так, вернусь, секундочку. Вот когда мы меняем с вами статусы, то мы здесь фиксируем факты. Понятное дело, что когда мы с вами ставим статусы автоматически, то у нас статусы при статусе «Закрыто», то что у нас система автоматически подставляет системное время. Для того, чтобы указать более... С помощью ручной управки мы можем указать фактическое время выполнения, когда водитель приезжает и возвращается к нам. И, соответственно, мы указываем фактическое время окончания данного рейса. То есть статус «Закрыто», когда у нас водитель возвращается. При необходимости можно прикрепить, конечно же, здесь файлы. Это задание такое формируется как на склады ордерные, так и на склады неордерные. Однако при ордерной организации работы складов есть своя специфика. Вот к этой специфике сейчас я и вернусь. Когда у нас склад, и он у нас является ордерным, у нас используется ордерная схема работы, то здесь есть две вариации организации работы. Вот эти два переключателя, они являются у нас здесь ведущими. Я сейчас воспользуюсь именно флажком, который будет показывать, что порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки. И покажу, чем будет отличаться у меня собирать товары в порядке доставки. Значит, итак, порядок отбора не зависит от порядка доставки. Открываем склады «Доставка». Так, у меня сейчас заказы, вот задание на перевозку стоит в статусе «Формируется». Так, у меня план выезда 20-го, документ сформирован 19-го. По сути, я могу собирать мои товары и готовиться к плановой дате выезда. Можно дату выезда фактически поставить на сегодняшнюю, но если у нас есть возможность такая, что товары у нас уже готовы, и мы уже согласовали фактически с нашими заказчиками, что данные товары мы можем сегодня доставить им. Что происходит на складе? Открываем склад отгрузки. То есть «Форсовный склад», «Рабочее место отгрузки». Выбираем наш центральный склад. И вот у меня есть заказ поставщику. То есть у меня фактически здесь, на складе, происходит отгрузка товаров. Я могу выбрать своего заказа клиента, выбрать тот заказ клиента, по которому необходимо произвести отгрузку. Но при этом у меня заказы не будут связаны. То есть у меня заказы могут собираться в порядке любом, отличном от того, что в задании указано. В задании мы видим, что у меня два распоряжения должно быть собрано. Создам сейчас ордер по выделенному распоряжению. Вот он мне сейчас создаст. Вот он его создал. Обращу внимание, что включился автоматический флаг «Доставка». Статус у него, у расходного ордера подготовлен. И мы с вами видим, что мы можем данные товары собрать, но при этом у нас является обязательным поле «Доставка по». Ставлю статус к отбору. И здесь я должна фактически потянуть те задания, которые у меня есть по текущему распоряжению, по текущему заказу клиента. На текущий момент я попыталась их выбрать, их нет. И система мне подсказывает, что у меня есть они в статусе к подгрузке. Ну, как бы должны быть в статусе к подгрузке. А у меня их нет, поскольку здесь, то я выбираю «Формируется». Выбрала, автоматически потянула. И чем необходимо и важно заполнение поля «Доставка» в данном случае? Потому что, когда я попытаюсь поставить уже… Все товары у меня, допустим, собраны. Когда уже попытаюсь поставить статус к подгрузке, у меня система не будет позволять мне проводить данный документ. Потому что у меня в поле… Сейчас она ругается на то, что, возможно, там уже товар у меня забрали, скорее всего. Так, давайте попробуем поставить к отбору. Проведу. И поставлю еще к отгрузке. И попробую провести. Что-то с количеством товара, поэтому пока оставлю как есть. Не буду его перепроводить. Но обращу внимание, что если мы ставим статус к отгрузке, то обязательно у нас должно быть указано вот это поле «Доставка задания», по которому осуществляется перевозка. Дело в том, что если у нас не будет к отгрузке установлено… не будет указано, то система не разрешит его провести. Если же у нас будет указан самовылаз, то, соответственно, на орденах складов будет установлен флажок самовылаз. При этом, если я автоматически… Ну, то есть здесь изменю на статус «Отправлено», то автоматически у меня система в расходных ордерах, где есть связка с заданиями, автоматический статус будет произведен «Отгружен». То есть когда я отправляю задание и формирую уже отгрузку, то есть отправляю машину, то автоматически у меня устанавливается в расходных ордерах статус «Отгружен», потому что идет прямая связь между заданием и отгрузкой. Вот таким образом работает при такой организации, при таком флажке, когда у нас идет порядок отбора и не зависит от порядка доставки, работает связка задания на перевозку. При этом, если мы какую-то часть товара не додобрали, либо чего-то у нас там не хватает на складе, а здесь у нас весогабаритные характеристики фактически присутствуют, то, соответственно, мы всегда можем воспользоваться кнопочкой «Перезаполнить по ордерам». И у нас происходит перезаполнение с учетом того, что мы успели собрать. Статус «Погрузки» нам позволяет автоматически, чтобы у нас там потянулся сразу при открытии. Отправлено – это когда мы отправляем, проводим документы, и расходный ордер статуса «Отгружен» становится. Хорошо. Рассмотрим следующую ситуацию. Так, я сейчас отменю данный документ, и мы рассмотрим ситуацию. Так, вот опять же, статус изменился, нас ожидается отбор. Рассмотрим ситуацию, когда у меня ордерная схема и структура. Так, разрешите редактирование реквизитов. Когда собирать товары в порядке доставки установлено. Воспользуюсь этой ситуацией. Обновлю. Так, и у меня там срок доставки 20-11, по-моему, был. Все в работе. Давайте уберу и дату отгрузки. Пусть он мне отобразит. Задание это у меня стоит в статусе «Формируется». Вот он там мне отображается. Я его пытаюсь здесь найти. Здесь у меня сейчас будет отображаться задание на перевозку. Переведу его из статуса «Формируется» к «Погрузке». Только в таком случае, в статусе «Погрузки», он отобразится именно в отгрузке. Обновлю. Вот у меня появилось задание на перевозку. И здесь виден, двойный щелчок, именно видно, по каким заказам мне необходимо сформировать и собирать товары. То есть здесь порядок определяется точно так же, как в самом задании на перевозку. Если же мы в задании на перевозку произведем изменение, допустим, порядка доставки, хотя здесь у меня одинаковые, по сути, адреса, но давайте переместим и проведу документ. Здесь проведу обновление. Обратите внимание, здесь был 1, 2. Сейчас у меня будет, должно быть наоборот. Так, ничего не поменялось, поскольку даты там стоят. Но вот здесь должно было быть изменение вот этих как раз порядка. Ну, поскольку клиент один, вот он и считает, что и адрес доставки один, он считает, что одно и то же. Вот, таким образом мы можем формировать двумя разными способами осуществлять именно обгрузку. Здесь и выбор за вами, и вы, как бы, оформляете так, как вам удобнее. Это то, что касается непосредственно обычной нашей доставки. Мы можем, есть еще такая возможность в системе, которая, в самой системе доставка. Давайте я сейчас просто отменю то, что я сейчас сформировала по заказу. Задание закрою и помечу на удаление. Он у меня должен все вернуть в восходное состояние. Дело в том, что бывает такая ситуация, что у нас есть несколько, как бы, сложная доставка. Сложные доставки в части чего? Дело в том, что, например, в части товара у меня товар забрал, если я вот сейчас зайду в заказ клиента, то у меня здесь, возможно, могут быть разные даты отгрузки. В этом случае, для того, чтобы товар не попадал у меня, либо дата одна и та же, а часть товара у меня забрал уже непосредственно клиент, то есть сам. Он забрал сам со склада. Как мне в этом случае исключить из непосредственно моего заказа? Я могу выделить. И здесь такая кнопочка есть «Исключить из доставки». Соответственно, он не попадет в доставку, и можно будет его не рассматривать. То есть, например, он вчера забрал, либо сегодня забирает, а у меня доставка будет, допустим, завтра. То, исходя из даты отгрузки непосредственно товара, я могу данные товары отбирать. И когда, допустим, чтобы проверить себя, я могу посмотреть исключенные распоряжения. То есть, вот здесь будет полностью список исключенных распоряжений, что у меня там не было в распоряжениях, что я исключила из доставки. Это одна из вариаций работы непосредственно соединена с доставкой. Так работает блок. Сейчас же, секундочку, я остановлю трансляцию и вернусь непосредственно к своей презентации. Мы видим, что продукт не стоит на месте. Тем более, у нас в скором будущем подстоит формировать и производить электронный документооборот непосредственно по доставкам по логистике. Фирма 1С сделала достаточно удобную такую 1С бизнес-сеть, когда мы сейчас уже в программном продукте, в версии 2.5 в ERP, можем работать непосредственно с подсистемой 1С доставка. Когда мы непосредственно из самой программы формируем уже заявки на доставку. Давайте рассмотрим с вами, как работает это сейчас в программе. Возвращаюсь в нашу базу. Сейчас закрою все свои доставки. Скорее всего, вы обратили внимание на то, что когда я работаю и показывала вам заказы клиентов и заказы поставщикам, на вкладке «Доставка» есть возможность формировать заказ на доставку и создавать данный заказ. Для того, чтобы эта возможность была включена, мы должны обязательно подключиться к системе электронного документооборота, обмен электронными документами. И здесь есть сервис 1С бизнес-сеть. Когда у вас есть подписка на договор ИТС, в рамках договора ИТС данный сервис доступен. Соответственно, мы можем подключиться, подключаемся к сервису 1С бизнес-сеть. И в соответствии с этим сервисом мы подключаемся уже к сервису 1С доставка. У нас доступен данный сервис. Что мы можем видеть? Мы видим, что в управлении доставкой у нас есть заказы сервиса 1С доставка. В данном случае здесь производится работа с сервисами по деловой линии. У меня уже задан заказчик, который подключен к данному сервису. То есть по данному юридическому лицу я могу осуществлять, соответственно, доставки. Можно создавать непосредственно заявку на доставку из данного рабочего места. Здесь я буду видеть полный список тех своих заявок, которые я создала. Давайте попробуем создать заказ клиента, вернее, заказ на доставку непосредственно отсюда. Обращу внимание, что сервис работает уже в режиме онлайн. И если мы создадим с вами заказ на доставку, то он автоматически будет получен деловыми линиями. И, соответственно, они вам даже перезвонят и спросят, а когда же вы, когда же забирать и когда же осуществлять доставку. Так, давайте нажмем на кнопочку «Создать». Что нам система даст? Вот открывается создание заказа на доставку. У нас указывается основание, что является основанием для формирования данного заказа на доставку. Мы здесь указываем, от какой организации будет осуществлена у нас доставка. Опять же, пока поставлю, что он здесь есть. Так, телефон контактного лица можно указать. Давайте его прям зададим. Контактное лицо – это непосредственно от нашей организации, поэтому мы его здесь укажем. Потянул? Не потянул. Давайте здесь напишем. То есть, если даже он там не указан, то мы можем его здесь прописать. Пусть он будет таким. Единственное, что система обязательно проверяет еще непосредственно и соответствует ли наша адреса, адресам ФИАС. Если же не соответствует, система будет ругаться. Так, вот и говорит, что номер телефона у меня некорректен. Укажу какой-нибудь более корректный телефон. Указать 4.4, допустим. Так, далее здесь указываем фио контактного лица, который есть у меня по контрагенту. Так, куда везем? И вот здесь достаточно важно, что система мне не позволит привести адрес контрагента. Так, давайте изменим адрес контрагента. Поставим его более правильным. То есть, здесь его даже фактически нет сейчас. Воспользуемся адресным классификатором. Так, муниципальная, да, пусть будет Москва. Так, Москва-город, улица Контакт, Первомайская улица, дом. Прямо используя адресный классификатор, мы с вами его и заполняем. Так, пусть все. Так, и попробуем записать и его переподтянем. Он потянул. Время доставки у нас было заявлено непосредственно в самом заказе на доставку, поэтому мы его здесь оставили. Соответственно, можно им воспользоваться. Далее переходим последовательно на наши переключатели и зададим параметры. Можем определить стоимость груза. Например, указать содержимое. Я не помню, правда, что там было. Пусть будет в холодильнике. Я сохраню это в черновом варианте. Указать, какое количество мест, какой вес. Так, поставлю пока. Пусть будет длина. 45, ширина. Ну, конечно же, здесь опять цифра у меня будет эта. Не совсем правильная. Это две. Так, вот, он сосчитал мне объем. Проверяем тарифы. Так, и вот он ругается, откуда забрать, что адрес не соответствует. Он меня вернул в то состояние. Он осуществляет проверку и говорит, что я не подключена к перевозкам. То есть мне нужно было здесь, в заказе, указать ту организацию, которая подключена непосредственно к системе. То есть я немножко сделала неправильно. То есть здесь должно быть обязательно юрлицо, которое у меня подключено к системе. Это вот мой эксперт. Сейчас я быстренько создам. Так, реализация. И здесь будет так. Товары. А, здесь у меня еще номикатурная позиция неправильная. Ну, ладно. Попробуем так провести. Может, он нам и позволит. Так, вот его перевыбрало. И попробуем переподтянуть. Заказ клиента. Так, переподтяну. Так. Допустим, номер телефона. Так, контактное лицо. Так, его подтянуло. Опять же, куда? Произвольный адрес. Здесь нужен адрес контрагента, который мы вводили. Вот его поставили. Все параметры груза. Опять, правда, они слетают, если что-то мы сделали. Это вот в этом лишь единственное неудобство. Поэтому на вкладке основной всегда должны быть правильные данные. Я напишу hold. Поставлю без. Так, 45, 45, есть. Перехожу на вкладки тарифы. Опять не пропускает. Ну, хорошо. На вкладке тарифы он у меня выбирает тариф, который у меня будет являться наиболее оптимальным. Мы там сможем выбрать тарифы, какие предлагают нам деловые линии. Мы можем выбрать экспресс-доставку и так далее. Далее по параметрам тарифа воспользоваться либо тем условием, что мы сами довозим до этого, до деловых линий, либо они забирают от этого тоже так же считается тариф. Вот, соответственно, по кнопке проверка мы проверяем, все ли у нас указано правильно. Он показывает все параметры. И если нажимаем оформить и закрыть, то он у нас оформляет здесь заказ и присваивает трекер. При этом текущее состояние он будет создан. Если же это черновик, мы просто нажимаем на кнопочку записать, он формирует нам запись черновика. При этом мы можем произвести отмену только записи, которые являются черновиком. Если же у нас уже сформирован заказ, даже если мы с вами потренировались в этой системе, сформировали этот заказ, то система, то есть данные получены непосредственно уже деловыми линиями, и деловые линии вам звонят, либо говорят, что когда заберете, либо вы должны будете с ними созвониться, указать трекер и сказать, что заказ отменяется, либо как. То есть здесь уже приходится с ними скоммуницировать, либо отменить данный заказ, если у вас есть личный кабинет непосредственно на их сайте. По аналогичной системе с 1С доставка можно организовать любую интеграцию по API с любыми службами доставки. По сути, можно данное рабочее место использовать для интеграции с другими службами доставки. Еще хотела бы остановиться на одном моменте, который несколько упустило. Вернулся в свою старую доставку. Вот я здесь пыталась все... Помните, я вам говорила, что есть заказ клиента, который может осуществить, например, стороннюю службу. Смотрите, бывают ситуации, когда наши... Есть у нас такие конструкционные услуги, например. Есть услуги, когда мы оказываем замеры, и наши специалисты выезжают также на автомобилях. То есть мы заказываем служебный транспорт и должны указать, например, в частности, на какие-то замеры, на какие-то установки. У нас ездят наши сотрудники. Соответственно, для данных сотрудников мы можем также указать и создать заявку. Допустим, вот, по-моему, вот этот пример у меня и был связан метод с сухой выжималкой. У меня, допустим, сейчас вот есть заказ клиента, Дальстрой, тот, который я пыталась отправить, а это у меня было именно выполнение замера, то на вкладке «Доставка», поскольку это номенклатура, это услуга, то есть у меня специалист выезжает на какую-то услугу, то, соответственно, я не смогу поставить статус действия, допустим, отгрузить. У меня услуга стоит не обеспечивать, и, соответственно, мой специалист должен оказать эту услугу. Заказчик меня ждет с 12 до 13, и здесь у меня моя транспортная служба должна осуществить непосредственно, как бы, отправку, то есть мы должны воспользоваться нашим транспортом. Склад у нас центральный. Клиент меня ждет сегодня с 12 до 13. Но в моей вкладке «Доставка» данной задачи нет. В чем и как оформить данные заказы? Для того, чтобы данный заказ по услуге появился непосредственно в рабочем месте «Доставка», мне необходимо сформировать задание на поручение экспедитору. Я формирую поручение экспедитору, и, соответственно, могу здесь указать, кто у меня контактное лицо, то есть кто меня ждет. Указывается информация по контактному лицу, что с такого-то времени, по такому-то меня действительно ждут. Адрес в произвольной форме у меня там указан, я подтянула тот адрес, который необходим, а там уже из зоны доставки слетела. То есть есть вариации. Машина автоматически подтягивает тот адрес, который был указан в заказе. Давайте я еще раз быстренько вернусь к поручению экспедитору. Пусть будет то, что там указано, потому что иначе время у меня слетает. Контактное лицо укажу, он у меня переподтянется. Нажимаю на кнопочку. А здесь я указываю, кто у меня поедет. Например, Иванов Иван Иванович. Его ждут. Вот, все. Я формирую поручение экспедитору. Могу при необходимости поручение экспедитору написать, распечатать в таком формате заданной системы. И теперь уже после того, как я сформировала поручение экспедитору, у меня появляется мой заказ непосредственно здесь. И я могу сформировать задание на перевозку. Например, легковым транспортом отправить своего клиента. своего сотрудника непосредственно к клиенту. И клиент его будет ждать. То есть, а все последующие действия аналогичны. Вот. Это кратко то, о чем хотела сказать по доставке. Рассказать вам. Вот. Есть ли у вас вопросы? Возвращаюсь. Здесь мне показалось слайд, что сервис сам по себе 1С доставка. Он достаточно такой трудоемкий. И сделан 1С непосредственно. Вот. И он предполагает себе, что все прикладные, по сути, решения, что ERP, что комплексно. За что управление торговлей, который будет в дакции 11.5. Вот 2.5 буквально вышла позавчера. Официальная версия ERP. То, соответственно, вот этот сервис здесь уже наложен пока для деловых линий. В последующем, возможно, получится и другие линии, которые участвуют. Участвуют, то есть другие перевозчики, которые участвуют непосредственно. Можно будет позволить, которые будут участниками бизнес-сети. И которые будут формировать заказы, позволить формировать заказы непосредственно на доставку из программы. То есть достаточно удобный сервис. Также, если у нас там наши поставщики являются участниками бизнес-сети, то, соответственно, мы будем видеть, что они, если они доставляют нам заказы, то мы будем видеть заказы и от них, что в таком-то статусе наш заказ поставщику находится. То есть здесь коммуникации, по сути, прямые. Мы в онлайн-режиме видим статус наших доставок. Это очень достаточно удобный механизм. Вот то, что хотела рассказать. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, можете задавать сейчас. Ну, по сути, у нас лимит времени фактически исчерпан. Либо наши менеджеры свяжутся с вами. Если возникнут какие-то вопросы, пишите нам на вот указанный адрес. Мы готовы и рады будем вам ответить на ваши вопросы. Всего доброго. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова